Здравствуйте! Это программа специальное интервью в студии Василиса Ивашкина. Проект «Точка роста» стартовал месяц назад в сельских школах в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» и национального проекта образования. У нас в гостях директор школы «Горки-10» Оксана Шарыгина, где успешно проект работает. Здравствуйте, Оксана Борисовна. Здравствуйте, Василиса. Приятно видеть Вас в студии. Месяц уже Вы с этим проектом дружите. Хотелось бы узнать впечатления как учителей, как Ваши, так и детей. Но сначала хотелось бы понимать, кому еще повезло в Демцовском округе, потому что в Подмосковье работает, как я понимаю, 77 центров. Да, мы открылись 24 сентября по всей Российской Федерации. Открылись все точки роста, нас много. В нашем городском округе открылось два центра. Это в нашей школе и в Каринской школе. На следующий год планируется 10 центров открытия сельских школ. В 2021 еще 10 сельских школ пополнятся новым оборудованием и точкой роста. И в 2022 году это будет три школы. То есть за 4 года городской округ примет, получается, 25 сельских школ будут оснащены такими центрами. Но кроме этого, мы принимаем участие, наш округ принимает участие еще в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда». Это улучшение материально-технической базы. И одна наша школа, школа «Гармония» принимает участие в большом, тоже очень важном федеральном проекте. Это успех каждого ребенка. Я понимаю, Вы первопроходцы, поэтому все директора других школ будут Вам звонить и расспрашивать, как что сделать. Первым всегда и трудно, и с другой стороны почетно. Хотелось бы понимать и рассказать нашим телезрителям, что же это такое центр, что он в себя включает, точка роста. Есть ли бренд, каким образом это выглядит? Да, действительно, у нас, скажем так, если говорить упрощенно, что такое центр точка роста. Это два больших помещения, которые сделаны в едином стиле по всей Российской Федерации. Ну, чтобы нашим зрителям было интересно, да, цвета такие, знаете, ближе к скандинавскому стилю. Светло-серый, светло-бежевый и яркие акценты на малиновый, на красный. Вот это два больших помещения. Одно из них помещение – это непосредственно центр цифрового и гуманитарного профиля, где три большие зоны. Одна зона – это предметная область технология, одна зона – это предметная область ОБЖ и информатика. Второе помещение, оно чуть поменьше, но у нас в школе, это такое помещение, оно так и называется, помещение для проектной деятельности. Сейчас, на сегодняшний день, оно тоже сделано, выдержано в стиле бренда, но оно несколько такое, знаете, чуть-чуть скажу, неформальное. Там пуфы расположены, нестандартная мебель, шахматная зона. Почему? Потому что это помещение предназначено в основном для такого неформального общения детей, взрослых, учителей, потому что у точки роста, у этого центра, помимо образовательной компетенции, есть еще функция обязательно социокультурного центра поселения. То есть это та зона притяжения, куда могут прийти дети, взрослые, родители в свободное время пообщаться, обсудить какие-то проблемы и решить, что им интересно сделать. То есть это не только внеурочная деятельность, это еще и родители, а что там будут делать? Ну, шахматы, понятно, а дальше проекты какие? Телевизионные, снимать клипы, чем родители будут заниматься? И до скольки, может быть, у вас уже ходят? Нет, расписание у нас есть, конечно. Но если говорить про это помещение, проектной деятельности, то действительно, вы правильно сказали, это зона шахматная, там и происходит внеурочная деятельность детей маленьких, с 1 по 4 класс, ну и взрослые, которые уже хотят попробовать. Есть зона медиазона, у нас, конечно, не такая студия, как у вас сейчас, но мы к этому стремимся, я вам хочу так сказать. И есть такая лауш-зона, ее очень любят наши старшеклассники, она оборудована нестандартной мебелью, такие пуфы у нее, вот они там очень любят общаться. Это в основном зона совета старшеклассников, вот им нужно встретиться, обсудить то или иное мероприятие, тот или иной проект, благотворительную ярмарку, вот фестиваль ГТО сегодня прям в школе проходит. То есть вот для того, чтобы дети могли пообщаться и обсудить свои такие детские работы и задумки, вот как раз это помещение подходит. Что родители будут делать? Ну, вы же понимаете, что наши родители – это неотъемлемая часть образовательного процесса. Конечно, одна из самых главных частей. Поэтому, конечно, это место сбора для того, чтобы дети и родители пообщались на ту или иную тему. У нас вот прошла осенью, как всегда, традиционная благотворительная ярмарка, теперь план этой ярмарки будем обсуждать в этом помещении с родителями. Ну и родители придут тоже, посмотрят, снимутся в каком-либо видеоклипе, почему бы и нет. Очень интересно, может быть, мы у вас поучимся. Приезжайте, приезжайте. Так, у кого ключ лежит от этого кабинета? Я так понимаю, что в школе все равно ключ, как у нас было раньше технически. Как можно попасть? И до скольки это работает? Ну, работает он, как работает и школа. Школа работает до 8 часов вечера, до 20.00. Поэтому, соответственно, до 20.00 в школе всегда есть возможность прийти, пообщаться. Дети об этом знают. Ну, ключи находятся на вахте, как всегда. Ключи находятся у замов, ну, ключи находятся у директора, конечно, это в обязательном порядке. Поэтому, если учителю надо, и он что-то запланировал, или ребята подойдут, старшеклассники, то без вопросов, никаких проблем нет, открыли, зашли. Но ведь вообще у нас политика направлена на то, чтобы дети хотели быть в школе до вечера и внеурочной деятельности очень много. Чем же все-таки она отличается от обычной внеурочки? Потому что и сейчас, в принципе, у детей есть расписание, они многим чем могут заняться после учебного процесса. Вы знаете, здесь, Василиса, надо просто сказать, что цель точки роста – это оснащение современным инновационным оборудованием сельских школ. Ведь для нас с вами не секрет о том, что не все дети отдаленных сел могут позволить себе приехать даже к нам, в нашем хорошем, богатом округе, доехать до Одинцова. И вот для того, чтобы они не были оторваны от современной жизни, вот, в принципе, точка роста для них и создана. Это в одном помещении. А второе же помещение – это предметная часть. Да, вот об этом давайте поговорим с вами. Здесь у нас с вами три зоны – технология, информатика и оба же. Поэтому во время уроков наши ребята приходят в этот центр. Но надо сказать, что образовательные программы для центра в этом году рассчитаны на пятые, шестые, седьмые классы. А потом чуть, ну, с каждым годом будут прибавляться. Чем оснащены, вот именно образовательный кабинет, чем оснащен? Ведь это разные абсолютно сферы. Да, разные. И все собрано в одном кабинете. Да, дело в том, что кабинет учить, предмет технологии у нас с вами, он состоит из двух частей. И сам центр, эта зона тоже поделена на две больших, опять же, зоны. Одна зона – это ручной труд, это верстаки, это дрели, электролобзики, клеевые пистолеты. То есть это то, где наши дети могут развивать свои такие профессиональные предпрофильные навыки. Потому что не секрет, мы говорим о том, что наши мальчики, в основном мальчики, ну, не очень любят работать руками. Да, больше компьютера и гаджета уже у наших мальчиков. Табуретку уже мало кто делает. Ну, табуретками, конечно, мы погорячились, уже их никто не делает. Но, будем говорить откровенно, да, за какой-то промежуток времени по всей стране, не только у нас, урок технологии, именно вот как ручной труд, ушел. Мы перешли больше все-таки в высокотехнологичное оборудование. Это тоже, с одной стороны, не очень хорошо. В нашей школе, вот, помимо точки роста, еще есть и кабинет технологии. И вот там мы как раз пилим, строгаем, изучаем, что такое лобзики, умеем все это совмещать с IT-технологиями. Поэтому в данной ситуации вот этот тоже блок очень хорошо развит. Второй блок в технологии – это все-таки IT-технологии. Здесь уже более сложное оборудование. Это 3D-принтер, это шлем виртуальной реальности, это квадрокоптеры, которые надо будет научиться программировать, чтобы они летели туда, куда должны лететь, а не туда, куда хочется. Поэтому это вот такая зона, которая действительно новая. У нас в школе этого не было. Учителя наши прошли обучение. Учителя технологии в августе месяце проходили обучение со всей Российской Федерации и Московской области, в том числе в кванториуме города Владимира. А с 11 ноября учителя информатики и учителя ОБЖ пойдут уже учиться по своей предметной области. Очень хорошо представлено и вызвало дикий восторг, я прям не боюсь этого слова сказать, это зона информатики. Там появился мобильный класс, 10 трансформеров, ноутбуков и интерактивный комплекс, который на сегодняшний день у нас не было в школе его. Да, у нас есть интерактивные доски, у нас есть комплекс, но немножко попроще. Этот, конечно, такой самый современный, модный, интересный. И наши с 5 по 11 уже все его попробовали. Поэтому вот здесь, конечно, ребята, глаза горят. И когда открывали это все оборудование, то есть распаковывали это дети, понравилось им, они говорили, Оксана Борисовна, это круто. Это круто, это супер, да? Да. Вот про технологии я хотела бы вернуться, потому что то, что мы сейчас с вами обсуждаем, это больше про мальчишек. А как же девочки? Ну, технология, как бы вот так учебный процесс поставлен, что технология мальчиков и девочек у нас разделена. Но, тем не менее, действительно, я с вами абсолютно согласна, 3D-принтер не может работать только на наших мальчиков. Поэтому девочки тоже приходят смотреть. Приходят. Лобзиком, наверное, вряд ли пользуются. Ну, с лобзиком, да. Здесь лобзик нет, конечно. А вот уже запустить квадрокоптер. А вот 3D-принтер, квадрокоптер, тем более девчонки всегда более активные, так скажем. Я думаю, что для девчонок, наверное, больше всего интересно это на ОБЖ. Потому что я не скрою, я была у вас на открытии и видела этих замечательных манекенов. Да, да, да. И оказание первой помощи. Один Миша, другой Саша, по-моему. И Саша, Миша и Саша, да. Мне кажется, это просто полный восторг. Расскажите, как восприняли дети такие манекены и пользуются ли популярностью? Пользуются популярностью. Ну, тут надо сказать, что ОБЖ в чистом виде, в чистом виде как предмет, он идет с 8 класса. То есть это все-таки для старших детей. А вот для маленьких как раз вот те наборы, которые есть. Это вот раны, показывают оказывание первой помощи. Ну, а Миша и Саша, это, конечно, манекены для того, чтобы уже в более старшем возрасте отрабатывать навыки оказания первой помощи. Ну, детям нравится, потому что он, ну, мало того, что, значит, он сам практически живой, но ведь у него еще, когда включается оборудование, у него еще стучит сердце, то есть он дышит, и, соответственно, он показывает, правильно делаем ему искусственное дыхание неправильно, спасли мы его или не спасли. То есть, ну, как бы вот достаточно интересно нашим ребятам. Центр роста воспитает еще, наверное, и не одно поколение медиков, я так понимаю. И медиков, да, мы каждый год выпускаем в школу, поступают дети от 5 до 7 человек в мединституты. Но ведь кроме медиков, это мы еще попробуем вырастить и наших помощников МЧС. Я думаю, что вы, наверное, в курсе. Возможно, что центры будут расширяться именно по своей материально-технической базе, или, возможно, еще какие-то нововведения будут, может, другие предметы. Ну, вот, знаете так, вот пока в программе на этот год, на 2019 год, вот так. А дальше посмотрим. Но дело в том, что ведь нам же никто не запрещает покупать новое современное оборудование и развивать точку роста. Если, допустим, интерактивный комплекс у нас в одном помещении, а в другом помещении мы уже приобрели проектор самый современный, повесили туда экран. Ну, интерактивную доску нет, потому что все-таки немножко другое. Для экрана хватает, там, тем более, стена, вы сами видели, полностью, пожалуйста, пиши на стене. Ну, кстати, и пишут. Пишут? Да. Надеюсь, что только хорошее. Ну, расти надо по-разному. Да. Вот хотелось бы еще понимать про внеурочную деятельность. С учителями-то все понятно, кто технологию ОБЖ ведет. А кто будет заниматься внеурочкой? Тоже ваши педагоги или вы кого-то приглашаете? Нет, не получается пока приглашать, потому что так складываются обстоятельства. Дело в том, что внеурочку ведут действительно наши учителя, но они приходят просто в этот центр, там оно оборудовано. Есть педагоги-организаторы, есть педагоги до образования, которые работают в этом центре. Что уже придумано? Шахматистов много? Начнем так. Ну, шахматистов много, потому что в обязательной программе это с первого по четвертый класс. В начальной школе у нас 470, сегодня 5, уже сегодня 5 обучающихся. Поэтому все они в той или иной мере в шахматном клубе принимают участие. Старшеклассников у нас, в Совете старшеклассников их 15 человек, поэтому они там занимаются. Ну, а медиазона, медиастудия, вот развивается там сейчас человек 12. В общем, фильм вам покажут потом в конце. Да, надеюсь. Ну, ролики они делают короткие уже. Вот 10-й А-класс ролик делал у них. Тут урок был родной язык, как влияет родной язык на развитие ребенка. 10-го Б-класса было, они там что-то по литературе делали. Ну, то есть, как бы, действительно, ролики есть. Мы в Инстаграм выставляем. Но теперь действительно, может быть, в конце года все ролики соберем и сделаем большой фильм. И вам покажем. Почему бы нет? Вот по поводу учителей. Естественно, чтобы учить детей, я знаю, что все учителя, всю жизнь проходят курсы, всю жизнь обучаются. Это было в рамках этого проекта обучение, да? Да. Дело в том, что федеральный проект предполагает стопроцентный охват детей на трех вот этих предметных областях и стопроцентное повышение квалификации учителей, которые работают там. Поэтому учителя все учатся и будут учиться. Я думаю, что это только начало. Потому что если мы предполагаем, а мы предполагаем, что центр будет развиваться и пополняться той или иной современной техникой, то, соответственно, учитель не должен останавливаться. Потому что прежде чем научить ребенка, ты должен сам запустить 3D-принтер, квадрокоптер и понять, что делать с виртуальным шлемом реальности. Вот я единственное немножко не поняла. Вот в любом случае проходил урок информатики, например, у детей, да? Теперь появился этот новый кабинет. И это просто в расписание входит еще один урок, но в этом кабинете? Ну, здесь несколько моментов. Может быть и так, конечно. Но вообще просто этот, если у учителя по плану идет урок, допустим, с интерактивным комплексом для того, чтобы работать, он просто идет в этот центр. У нас, понимаете, у нас большая школа. Школа, где маленькие, малое количество детей, конечно, им удобно, если у них, допустим, не было каких-то дополнительных кабинетов. У нас здесь немножко посложнее в этом плане. Но, тем не менее, маленькие, седьмой класс, информатика начинается с седьмого класса, седьмой класса занимаются в точке роста, там, где 10 человек группа. Ну, а старшие, где поменьше группы, те в точке роста, где побольше в кабинете информатики. Я так понимаю, вот 77 только в Подмосковье. Если мы берем Российскую Федерацию, это огромные цифры вообще, да? Ну, вот в Якутии, например, мы знаем просто, мы общаемся с коллегами, у них 56 таких центров открылось. То есть, я так понимаю, что у нас 85 субъектов в Федерации, но вот в каждом в среднем от 50 до 70. То есть, достаточно много. Это большая армия такая. И вот 6-7 ноября в Крокус-Сити в Москве будет состоится первый съезд руководителей точки роста. Вот как раз мы себя все увидим, посмотрим, сколько нам. Посмотрите. Я так понимаю, с докладом поедете? О чем будет вообще эта встреча? Нет, не могу сказать. Это форум. Это не конференция. Да, я думаю, что все-таки это для того, чтобы посмотреть друг на друга, обменяться какими-то идеями, опытом уже, пусть он небольшой опыт, но тем не менее. Это всегда интересно. Тем более, да, оборудование все абсолютно одинаковое по всей стране, потому что это бренд один и тот же. Но мы же все по-разному его интерпретировали. Потому что, да, картинки нарисованы. Ну, кто-то, вот кому-то нравятся треугольнички, кому-то вот полосочки, как нам, например. А, то есть, вам дали все равно выбор? То есть, это не копия? Ну, нам дали образцы, сказали 3 обязательных цвета, а дальше уже в зависимости от того, какие кабинеты. Потому что, вот я знаю, школы некоторые, у них не кабинет по точке роста, а рекреация. Поэтому бренда можно было варьировать, но в определенных узких рамках. Я так понимаю, что и помещение, вот у вас просто вам повезло, у вас большая школа, да? А как вот, обязательно ли было размер помещения, где должно это находиться, второй, первый этаж, вот по этим параметрам? Ну, мы тут рассматривали действительно так, чтобы было доступно всем. На первом этаже очень сложно найти, вы сами понимаете, да, гардеробные, все-таки учебная часть, там у нас в школе начальная школа еще. Вот, нам удобно было на второй. Но в соседних школах, я знаю, у них какая-то рекреация была, поэтому тут у кого как, кто как нашел. Я, например, видела в интернете тоже у коллег с Мурманской области, у них совершенно другая была вот концепция, они не выделяли отдельные кабинеты, они выделяли просто зоны. То есть кабинет информатики, ну, так простите, стена покрашена так, как надо, но там очень грустная сельская школа, очень вот маленькая, видно вот, но с такой радостью дети рассказывают, что у них есть, поэтому, ну, вот, с одной стороны, вот так можно. Я думаю, цель этого проекта еще и чтобы все наши школы связались в одно единое целое на территории Российской Федерации и начали общаться. Я желаю вам успехов. Спасибо. Я думаю, что мы в скором времени увидим проект и приедем обязательно к вам в гости, к вашим детям. А это была программа «Специальное интервью». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова